Экран запись, запись пошла. Ну, в принципе, все, можно начинать. Благословите, Владыка. Да, благословите. Ваше Преодсвященство, дорогие отцы, с дорогими матушками вашими, всех еще и еще раз поздравляю с праздником, с великим праздником Рождества Яна Притечи. И прошу благословения Владыки и вашего соизволения отцы на продолжение своего выступления по теме миссионерского служения святителя Иннокентия Вениаминова. В прошлый раз я остановился на моменте, когда путь святителя Иннокентия из служения священнического и иерейского превратился или перешел на следующую ступень путь апостольского святительского служения. Вообще тема миссионерского служения наших великих отцов, святителей, это очень обширная тема. И, конечно, я стараюсь быть коротким, но в то же время вот это мое старание, оно сталкивается с желанием побольше привести таких, на мой взгляд, на мой вкус интересных моментов, событий, которые сопровождали, которыми наполнена была жизнь святителя Иннокентия. Ну, а уже вам судить о том, насколько мой вкус соответствует или не соответствует вот этой теме, теме моего выступления. Но, надеясь на вашу милость и на ваше снисхождение. И вот мы продолжим о том, как святитель начинал свой путь уже в сане епископа или продолжал, скажем так, продолжал путь миссионерства. После того, как он был рукоположен в сан архиерея, он отправился к месту своего служения или вернулся. Прибыл в Иркутск. Здесь он посетил могилу супруги, отслужил по Нихиду, естественно, а в церкви Благовечения, где начинал свой священнический путь, совершил божественную ритургию и благодарственный молебен. Затем заехал на свою родину в село Ангу, заходил в избу, в которой родился и провел детство. Я на этих моментах останавливаюсь, потому что они говорят о человечности. Святитель Иннокентия, великий святой, но в то же время человек такой же, как и мы. Ничто человеческое ему не чуждо было. Я в данном случае и хочу сказать о том, что сам, когда бываю на своей родине, в Армавире, всегда и стараюсь, в котором родился и вырос в Армавире. Несколько раз даже приглашали в дом, когда я был со старшим братом или с братьями. Там разные уже несколько хозяев сменилось, чаем угощали. Определенные человеческие чувства, можно сказать, ностальгические чувства. Я думаю, многим это понятно и близко. Вот владыке Иннокентию предстояло самое тяжелое расставание. Это расставание со своими детьми перед свидетельским служением. И вот есть свидетельство Андрея Николаевича Муравьева. Он писатель, поэт, церковный историк, был чиновником святейшего синода. Свидетельство о переживаниях владыки Иннокентия. Вот такая цитата. «Велика, однако, была жертва, которую он приносил Богу. На другой день утром я посетил его в доме американской компании, где он имел пребывание. Иннокентий в большом волнении ходил по комнате и старался побороть себя. Увидев меня, не мог он удержать слез. «Ах, детки мои, детки мои», сказал он прерывающимся голосом, «как мне вас жаль! Сейчас только я с ними простился. Ах, как они плакали! Особенно меньше, ведь я еще никогда с ней не расставался. Она при мне росла, со мной плыла кругом света и меня всегда утешала. Очень хочется еще однажды, в последний раз, их поцеловать и благословить. Но они будут плакать и опять меня расстроят. Нет, лучше не поеду, ведь я их уже отдал Богу и добрым людям. И опять полились слезы из глаз нежного отца». Дальше епископ Иннокентий вернулся на сирху, и Свято-Михайловский храм стал кафедральным собором новой епархии, обширная территория которой лежала на двух континентах, включая Аляску, Алиутские острова, Курильские острова, Камчатку и побережье Охотского моря. Ну, в принципе, все на карте, вся территория этой епархии, наверное, кроме Курильских островов, здесь их не видно, но большая часть епархии видна. Возглавляя миссионерскую епархию, Владык Иннокентий давал священникам подробнейшие напутствия, наставления, побуждал чаще проповедовать, учить народ, подавая личный пример. Владык, кстати, сам преподавал закон Божий в новопостроенной архиерейской резиденции мальчикам-повторникам, девочкам-посредам, то есть раздельно. Он, естественно, был, я говорю, естественно, такой миссионер великий, ревностный, был замечательным проповедником, никогда не упускал возможности проповедовать или просто вести беседу в каждом удобном случае с людьми. Он так говорил, «горе призванному и поставленному проповедовать Слово Божие и не творящему этого». Разъясняя учение веры, надо говорить обдуманно, ясно, четко и как можно более сжато, иначе проповедь наша произойдет мало впечатлений, писал Владыка в наставлении священнику Иакову Ницветову. Площадь Камчатской епархии после присоединения к Ни Якутии была огромной, 20 миллионов квадратных километров, это больше трети России. Ну, у кого есть карта России в кабинете или дома или где-то в такой комнате, тот может увидеть, что современная Россия, я имею ввиду, тот может увидеть, что Якутия это самый большой регион России, огромный регион, он по современным меркам просто настолько колоссальный, что трудно в общем-то представить те пространства, которые ходят или которые обнимают республика Якутия. А тут еще и дополнительные территории тоже очень-очень немаленькие. Святитель Иннокентий положил за правило, себе положил за правило раз в три года обижать все приходы. Ну, естественно, что большая часть его жизни проходила в путешествии. он прожил неполных 82 года. Из них 45 лет в путешествии. Больше половины жизни. А то или того, что приходилось испытывать, переживать во время этих путешествий, я думаю, что хватило бы далеко-далеко не на одну жизнь, скажем, кого-либо из нас. вспоминая опасное путешествие на острове Кодиак, он писал, для нас поход сей был очень полезен, потому что ежели везде будет счастье, то как раз забудешь Бога и возмечтаешь, что ты необходима нужный человек. Владыка пользовался всеми доступными ему видами транспорта. Это и собачьи, олени, упряжки, лодки, каяки, лошади, быки, байдаки, корабли, катера. Лишь только под конец жизни, уже будучи митрополитом московским, Владыка ездил в Кареке, но никак не мог привыкнуть. Привычно было ему выйти, пройти несколько верст, пускай даже в пургу, а затем запрыгнуть в нарты. Когда переправлялись через Камчатский хребет, надо было пересечь ущелье глубиной примерно 100 метров. Владык Минокентия завернули в оленью кожи, перевязали ремнями и спустили на дно этой пропасти, а путники скатывались просто так, просто по снежному склону. Вперед они спустили собак, связав по несколько связков, а затем и сами скатывались. В письме митрополиту Филарету владыка Иннокентия описывал одно из своих путешествий. Скажу нечто и о путешествии моем по Камчатке и Охотской области. Из Камчатки выехал 29 ноября 1842 года и 3 апреля прибыл в Охотск. Ну вот, ноябрь и апрель. Проехав более 5000 верст на собаках и отчасти на оленях и пробыв собственно в пути 68 дней. А прочее время проведено прожитие на разных местах. Повозочка моя, в которой я проехал всю дорогу, была весьма похожа на гроб, то есть также узка и длина. И такой же формы только тем отличалась от гроба, что на полозьях и на задней части он и был зон. Нередко случалось ехать по узкой дороге, пробитой между снегами. Тогда мне казалось или приходило на мысль, что я еду в гробе по длинной могиле. Ему только стоило остановиться и велеть зарыть себя. Ну и чувство юмор, конечно, здесь присутствует. Более 25 дней проведены вне всяких жилищ. 7 дней проведены совершенно в пустых местах. Мороз иногда был очень жесток. Но благословен Господь, хранящий меня во всех путях моих. Несмотря на резкие перемены воздуха, воды, пищи и прочее, я и все сущие со мной были совершенно здоровы. Никто из нас, можно сказать, не видал даже неприятностей, выключая мороз. Словом сказать, я готов еще не один раз проехать по Камчатке, если только буду здоров. В Камчатке церквей очень много, 10 на 5 тысяч населения, а в Аховске чрезвычайно мало, 3 на 6 тысяч. Вот говоря о путешествиях, вот тех трудностях, которые всегда присутствовали в путешествиях, сопровождали их. Можно вспомнить слова апостола Павла «Скитались в милотях и козьих кожах». Владыку в оленях спускали. «Терпя недостатки, скорби, озлобления, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». О другом своем опасном путешествии Владыка писал Игумену Дамаскину Кононову, настоятелю Валаамского Святопреображенского монастыря. Ну, он писал по поводу того, что, видимо, кто-то рассказывал о каком-то видении во время этого путешествия. И вот это, наверное, дошло до Игумена Дамаскина. Видимо, Игумен Дамаскин это каким-то образом сообщил Владыке Иннокентию. Но Владыка посчитал нужным написать письмо о том, что не было никакого видения. Но нам интересно то, что те сложности, трудности в данный момент, о чем мы говорим. И вот такая вот цитата из письма. «Мы в 1842 году, плывя в Кадьяк, долго были в море и находились в крайности». Так что у нас на 52 пассажира оставалось менее полубочки воды. Я в скобках добавлю, что в другом месте очевидцы о этом плавании еще добавляли такие подробности. Закончились сухари, вареную морской воде солонину раздавали пассажирам мелкими кусочками, воду отжимали из парусов, все заболели, сидели 28 дней в трюме в темноте, перебираться можно было только на четвереньках. Все это из-за жестокого шторма. И вот Владыка дальше продолжает. «Предходом в Кадьярскую гавань нас встретил противный ветер, который дул ровно трое суток. В это время судно наше ходило взад-вперед, или по-морскому лавировало от южного мыса Кадьяка до Елового острова, где жил и скончался отец Герман, преподобный Герман Аляснинский. На третий день к вечеру, когда судно наше опять подошло к Еловому, может, в двадцатый или в тридцатый раз, и, глядя на он и сказал в уме своем, если ты, отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер. И точно, не прошло и четверти часа, как ветер сделался попутный, и мы вот этот эпизод, наверное, еще говорит о дерзновении Владыки, молительном дерзновении, когда он обратился вот так мысленно к преподобному Герману Аляскинскому. Вот еще уже я упоминал Андрей Николаевич Муравьев, в письме к нему Владыка, описав свое очередное миссионерское путешествие, спрашивает себя, есть ли какая польза, но Бог знает, а далее продумает, действиям миссионеров наших Господь благословляет успехами, как бы отвечает на свой вопрос, есть ли какая польза. В 1845 году и в половине 1846 обратилось из язычников всех более тысячи, в том числе более сотни чукчей азиатских. Миссионеры наши действуют, слава Богу, со всем усердием, ездят зябнут, работают своими руками, терпят разные неприятности, недостатки и даже нужды. Но к чему все такие подробности? И зачем даже объявлять об этом? Бог обращает людей, а не люди. В другом письме к тому же Андрею Николаевичу Муравьеву Вудыко пишет о своем, он называет его третьем путешествии по азиатской части моей епархии. Вот вам краткий очерк моего пути. Из Ситхи я отправился 21 мая. Воян пришел 20 июня. 30 июля отправился в Камчатку на том же корабле, на котором пришел из Ситхи и 30 пришел в Петропавловск. 8 августа отправился я наверху в их лошадях на реку Камчатку и по ней сплыл до устья. Здесь пересел на казенное судно и на нем пришел опять в Петропавловск 28 августа. 14 ноября я отправился на собаках в Бижигу, куда приехал 18 января. 30 выехал и по 25 февраля прибыл в охот, откуда отправился я 8 марта и проехав по новому пути по реке Майи, а не через Якутск, как это было прежде, 3 апреля приехал в Аям. Много расстояния пройдено более 13 тысяч верст. Много употреблено времени почти 11 месяцев. Да, простите меня, вспоминаю, как-то почитывал, я побывал где-то в порядка 30 аэропортах в России и за рубежом. Ну, в некоторых случайно там посадка или пересадка была. а вот, но что эти 30 аэропортов по сравнению с одним таким миссионерским путешествием. Все мои поездки или полеты, они намного меньше, можно сказать, чем одно путешествие владыки Иннокентия. 27 лет длился апостольский подвиг святителя Восточной Сибири. Уже в 1841 году владыки Иннокентий написал наставление священнику миссионеру, где он в частности так говорил «Оставить родину и идти в места отдаленные, дикие, лишенные многих удобств жизни, для того, чтобы обращать на путь истинно людей, еще блуждающих во мрак и неведение и просвещать светом Евангелия, еще не видевших всего спасительного света, есть дело поистине святое, равноапостольное. Блажен кого изберет Господь и поставит на это служение. Владыка сам нес это служение достойнейшим образом. Несли это служение и его верные помощники и священники и миссионеры». Встречу и разговор с двумя из них описывает Иван Александров Гончаров опять же в своем «Фрегате Паладок», в котором я уже обращался к этому произведению. Там, потому что повторяюсь, уникальные свидетельства о святителе Иннокентии. И вот я хотел бы с вашего позволения прямо с этой книги «Фрегата Палада» зачитать вам довольно пространную цитату. Когда сам писатель Гончаров он был в кругов светом путешествии возвращался через из него или заканчивал его, когда с берегов дальневосточных путешествовал уже сухопутным путем в Санкт-Петербург. И когда он пробыл определенное время в Якутске, вот он пишет так. «Упомяну прежде о наших миссионерах. Здесь их в Якутске два – священники хитров и запольский. Знаете, что они делают? Десять лет живут они в Якутске, и из них трехлетние прожили на месте при семействах. Они постоянно разъезжают по Якутам, Тунгусам и другим племенам. К одним крещеным ездят для треб, к другим для обращения. «Где же вы бывали?» спрашивал я одного из них. «В разных местах», сказал он, «и к северу, и к югу, за тысячу верт, за полторы, за три. А кто живет в тех местах, например, к северу? Не живет никто, а кочуют якуты, тунгусы, чубчи, ездят по этим дорогам верхом, большей частью на одних и тех же лошадях или на оленях. По Колымскому и другим пустынным трактам есть, пожалуй, и станции. Но какие расстояния между ними? Верст по 400, а небольшие всего по 200 верст. 200 верст небольшая станция. Где же останавливаются? Где в местах есть повар, не говорят мне? При этом слове, конечно, представился вам и повар, пожалуй, воображение запахнет бифштексом котлетами. Поварни, говорят мне, это пустая необитаемая юрта с одним искусственным отверстием наверху и со множеством природных щелей в стенах с очагом посередине и только. Следовательно, это квази-поварни. Если хотите сделать настоящие поварни, то привезите с собой повара. Кстати, уж и провизии, а иногда и дров, где лесу нет. Не забудьте взять и огня, попросить не у кого, соседей нет кругом, прямо на тысячу или больше верст пустыня, направо другая, налево третья и так далее. Слава Богу, есть еще и поварня, говорит отец Никита, а то и не бывает. Как же так, когда ночуем на снегу? Ну, не в 40 градусов, надеюсь, не в 40 ночуем, куда ждеться? Как же так? Ведь, при 40 дышать нельзя. Трудно, грудь режет немного, додышим. Мы разводим огонь, и при том, в снегу тепло. Мороз ничего прибавил он. Мы привыкли, да и хорошо запутаны, а вот гораздо хуже, когда застанет пурга. просто удивляет слованию. И вот он дальше спрашивает у священников, миссионеров, как же вы в новое место поедете? На чем? Чем будете питаться? Где останавливаться? По этой дороге, вероятно, поварин нету. Да, трудно, но ведь это только в первый раз возразил он, а во второй уже легче. А он в первый раз и едет, значит, надеется ехать и во второй, может быть, и в третий. Можно разведать, продолжал он, есть ли жители по пути или по сторонам и уговориться с ними о доставке на будущее время оленей. А далеко ли могут доставлять оленей, спросил я. Да хоть и за шести или семисот верст и то доставят. Что удивляетесь, прибавил он, ведь я не первый, там, верно, кто-нибудь бывал, в Сибири нет места, где бы не были русские. Замечательные слова. Долго ли вы там думаете пробыть, спросил я. Летом, полагаю, я вернусь. Летом, а теперь октябрь. Вот удивление писателя, который, сам повторяюсь, в этот момент находился в кругосветном путешествии. И я думаю, когда он морским путем из Санкт-Петербурга отправился, да не думаю, а в книге это и описано, может быть, не все, но были, конечно, моменты, которые сопровождают морское путешествие. И шторм, качка, и болезнь морская, и не только морская, и приключения всевозможные. И он не смог удержаться от восхищения нашими русскими миссионерами, их подвигами, их трудами, видя и слыша от них те условия, которые приходилось снести свое служение. Гончаров, кстати, как никто другой, метко зарисовал черты характера и поведения святителя Иннокентия в быту. Ну, его сведения, они, в общем-то, уникальны, потому что другой никто не оставлял этих воспоминаний, ну, во всяком случае, в таком виде, в такой мере, в таком объеме, как оставил Иван Александрович. Вот из его книги мы узнаем, что преосвященный не звал никого к себе обедать. Он держался в строгой монашеской жизни, ел уху да молочное, а по постным дням соблюдал положенный пост. А светским людям, по его мнению, необходимо было за обедом мясо. Для Кончарова было сделано исключение в плане того, что Владыка не звал никого обедать, а Кончарова позвал. Исключение как для гостя в сибирской глухой стороне Владыка приглашал его на вечерний чай. Он выставлял тогда целый арсенал монашеского, как он говорил, угощения. Кроме чаю тут появлялись чернослив, изюм, миндаль и так далее. Кончаров часто встречал Владыку на обедах в различных домах. Но в Якутске пришлось взимовать, поэтому часто, это значит на протяжении вот этих месяцев, которые там жил Гончаров. Вот такие впечатления он оставил и с нами поделился. Часто встречал Владыку на обедах в различных домах и стал недоумевать по этому поводу, зная чисто монашеский образ жизни Владыки. Цитата. Он, Владыка, точно угадал мою мысль и однажды заметил мне. Вот вы меня нередко встречаете на обедах у здешних жителей, начиная с губернатора, областных чиновников и до купцов. Все не составляют здесь одно общество, из которого выдаемся разве мы с губернатором. Приняв раз приглашение у кого-нибудь из них, на каком основании я откажу другим. Вот я поневоле и езжу ко всем, но везде меня угощают моими монастырскими кушаниями. Я приеду, благоставлю торопезу, послушаю певчих, едва прикоснусь к блюдам и уезжаю, предоставляя другим оканчивать обед по-своему. И архиерей добродушно засмеялся. Владыка, простите, я тут и вас вспоминаю, что вы всегда строго придерживаетесь вот именно монашеского устава в тропезе. Когда читаешь эти строки, ну, конечно, параллель невозможно не провести. Вот духовный портрет святителя, еще Гончаров добавляет вот таким моментом, таким случаем. Опять же, в Якутске происходило. «Были мы в светлое воскресенье в соборе, губернатор, все наши чиновники, купцы, народу собралось, видимо-невидимо, служил Владыка с нашим духовенством. После обедни его преосвященство благословил всех нас, со всеми похристосовался. Ну, говорит, а теперь прошу за мной». А он из церкви прямо вострок говорит на праздник отскудных средств своих. И что за лицо у него было при этом? Ясное, тихое, спокойное, ну, в цитате покойное. Невольно и мы за ним полезли в карман и повытаскивали оттуда кто что мог. В общем, набралось много денег, которые пошли в пользу арестантов. Это только у меня подвисает или у отца Алексея интернет? У всех подвисает. У нас пропал. Угу. Звук пропал, да. Нет, завис, его не видно. Это Алексея пропал. Зависно. Сейчас подождем. Демонстрация его есть? А, и демонстрация вылетела. Наверное, его выкинуло из конференции. Может, просится уже? Сейчас я смотрю, Володяка, жду. В чате я его не вижу. Это вражьи происки. Угу. Да, нету его в чате. Выбросил. Сейчас ждем. Полчаса прошло уже, половина. Я пока приостановлю запись, наверное. Ну, конечно, в комфортабельном летим куда-то. Устал я, путешествую. Как на собаках, на оленях, на лошадях, на кораблях. В морозы. Да, крепкие были люди, конечно. Вот, отец Алексей появился по написи. Отец, да, да, вас слышно, но вы пропадаете, сигнал слабенький у вас, батюшка. Пропадаете, слабенький сигнал. Меня. Очень слабенький сигнал, батюшка, если есть какой-то вариант там поменять. у вас или вай-фай, или еще какую-то другую связь. Попробуйте, пожалуйста. Интернет, я тут... Давайте продолжим. еще... да, да. У меня как бы по времени уже немножко как раз осталось сегодняшнюю часть предпоследнюю закончить. и, по-моему, у нас перед тем, как пропала связь, я рассказал эпизод о том, как владыка после пасхального богослужения всех повел вострок для благотворительности. И всем показал пример. И все, естественно, этому примеру последовали, хотя не ожидали, конечно, такого поворота дела. Но это тоже один из таких моментов, которые повторяюсь, рисует нам такой облик, облик великого святителя. Ну, и, конечно, пример для всех нас. Но хотел отметить, что при всей жизнерадостности владыка естественно, владыка Иннокентий обладал чувством юмора. Это многие отмечают, многие приводят пример, как проявлялось это чувство. Ну, когда читаешь письма его, естественно, ты сам обращаешь на это внимание, сам это замечаешь, где какая-то легкая ирония. Кстати, эта ирония проявлялась даже и не очень веселых, скажем, момента. Владыка в письмах бывало сетовал на какие-то трудности, ну, скажем, трудности кадровые. Когда он их описывает, я не решился приводить эти моменты, но они довольно интересные и, конечно, там чувство юмора святителя Иннокентия очень четко прорисовывается. Но вот я хотел некоторые моменты привести, ну, хотел сказать, что без этого чувства, чувства юмора, ну, можно ли вообще, вот, мы знаем, что многие святые обладали чувством юмора, а вот в таких сыровых условиях, в которых трудился, жил святитель Иннокентий, по-моему, вообще невозможно без чувства юмора. Вот приглашает губернатор владыку отобедать вместе с ним и Гончаровым. И что же, следует сцена, проникнутая легким юмором. Его превосходительство без просьбы к убогой трапезе не пригласит, не без иронии заметил архиереи. Я, ваше превосходительство, со своей стороны готов исполнить приказание, но надо доложить архиерею. Не знаю, какую резолюцию он положит, позволит ли монаху Иннокентию отлучиться от кельи, хотя бы и на убогую трапезу к гемону Петру. Он опять закатился смехом и мы тоже. Ну, то есть в одном лице архиерей благословит Инноку, но я об этом уже упоминал, Иннокентию пойти на трапезу губернатору. Еще описывался такой эпизод, когда владыка служил в одном из монастырей и певчие пели, пели за литургией отче наш и там такое концертное видимо исполнение, когда слова пелись «Хлеб наш на суш не должно есть», басы молчали в этот момент. Ну, после службы, когда была трапеза, ходили в трапезную, владыка и говорит настоятелю монастыря, что вы басам сегодня хлеб не давайте. они во время «Отче наш» молчали во время обращения этой просьбы. А вот у владыки был еще друг, отец Димитрия Хитрова и владыка Хенти он рекомендаций по-разному. В одном нашем месте он, может, даже не в одном, может, там несколько раз он говорил отцу Димитрию, чтобы тот был больше соответствовал своей фамилии Хитров. Ты, хоть иногда хитрость проявляй, ну, тогда, когда это необходимо. Ну, в частности, это, когда отец Димитрий был секретарем у епископа, чтобы, значит, нужно где-то, да, что-то посоветовать, подсказать, вот такое с хитрецой немножко надо, чтобы, ну, я бы сказал, тут даже слово может не хитрость, когда водыка это употребляет, мудрость, мудрость все это делает. Вот, вот эти чувства, эти вот чувства, это чувство юмора, вот такие качества владыки, конечно же, безусловно, помогали ему вот в несении своего пути. Конечно, он был молитвенник, конечно, он был очень трезвомысленный, он был и строгий был, он применял и прещение по отношению к священникам, и даже вплоть до мишени я сама. Я в последней четвертой части подвести итог, вот краткий итог, краткого обзора жизни и деятельности подвигов трудов святителя Иннокентия. Конечно, повторюсь, что его подвиг, его жизнь, его труды это очень такая объемная тема, и понятно, что без краткости здесь никак не обойтись. Я думаю, не только по этой теме, и по многим другим. Я, если честно, хотел в последней части сказать о святителе Николае Японском, но по времени никак не получается, поэтому это мы оставим, я думаю, в рамках этой посетции. Лучше отдельно. Там тоже очень много интересного. А там очень много, там как бы на 15 минут не стоит как бы начинать. Но единственное могу упомянуть случай, когда это связано именно со святителем Иннокентиев, когда отец Николай отправился, будущий святитель Николай Японский отправлялся в Японию, он естественно через всю страну проехал, и они встретились с владыкой Иннокентием. И владыка Иннокентий такое пристальное внимание уделил будущему миссионеру японскому, святителю японскому, в частности его внешнему виду. он посмотрел его рясу, она ему не понравилась, как пишется, академическая ряса, ему не понравилась. он поспал купили бархат, выкроил рясу для труда. И поэтому он был необходим такой, бархатная ряса, и крест, для того, чтобы произвести первое благоприятное впечатление на коренных жителей той страны, куда он отправлялся. Поэтому владыка благословите, и он мне сейчас сегодня уже закончить, и когда благословите в следующий раз завтра, в среду, завтра, завтра, завтра я постараюсь закончить, ну так, в любом случае я закончу свое выступление, тему, но постараюсь именно подвести, чтобы это был итог, подвести окончательно вот с своей стороны итог своего выступления по жизни труда миссионерским святителя Иннокентия. Спасибо, Господи, мы со всеми отцами благодарим отца Алексея за очень интересный пережитый материал, очень много вы почитали и так вот рассказали, интересно, конечно, и есть, конечно, какие выводы нам для себя сделать, вот, смирять и смирять, конечно, и трудиться. Ну, благодарим отец Алексея. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи.